Ты сказала про Дмитрия Кулебова. Да, он сказал о том, что Украина готовится, цитирую, к самой ужасной зиме в своей истории. Ну, наступают холода, зима, судя по всему, будет холодной. Зима будет долгой, да? А Россия накапливает то, чем собирается обстреливать нас. Олеся, я должен признаться, что Россия не должна идеализировать вообще момент. Они должны понимать то же, что мы тоже кое-что накапливаем. И неизвестно, у кого накопленное будет круче. Наши накопленные прилетают по ним постоянно. Смотри, выдающаяся спецоперация, когда в Керчи, в акватории, прямо Черного моря уничтожили новейший ракетоноситель русский. Новейший ракетоноситель. То есть, мы же сделали Черное море невыносимым для дислокации. Они не могут там находиться. Что такое? Мне когда-то говорил кто-то из крутых американских военных. Они объясняют это просто, говорят, что вы это Черное море, Черноморский флот. Черное море лужа. Да. Откуда нельзя скрыться никуда. Черноморский флот русский можно потопить в два счета. А это англичане мне говорили все. Я вспомнил. И, кстати, я думаю, что не без их участия происходил ряд операций на Черном море. Не без участия тех, кто мне об этом говорил. Ты помнишь, кто об этом говорил? Да. Да? Вот. Значит, боже, нас смотрят уже 22256 зрителей. Значит, поэтому на Черном море беда у русских. Смотри, сегодня по Даганрогу прилетело в Ростовской области, по аэродрому. Знатно горело все. Поэтому пусть Россия, которая что-то копит, понимает, что и мы не сидим сложа руки. У нас уже оборонпром заработал, слава богу. Уже делают дроны на тысячу километров. У них тоже впереди предстоит хреновая зима. И они должны понимать, на каждый удар по нам будет следовать удар по их городам. На территории России. Мы не будем останавливаться ни перед чем. Естественно, мы не будем бомбить, как они, мирное население. Нас интересуют исключительно военные объекты и живая сила противника. А также все, что составляет его инфраструктуру. Вот ровным счетом зеркально. Они в электростанции, мы будем бить по электростанциям. Мы будем бить, у нас есть чем. Пусть не переживают. Поэтому насчет тяжелой зимы, ну, конечно, мы готовимся. Мы готовимся к тому, что может не быть ни света, ни газа, ни электричества. Мы готовимся к этому. У нас есть опыт. Опыт – это хорошее дело. У нас есть опыт прошлой зимы, когда все было в диковинку. Сейчас ничего нового они уже не придумают. Они будут повторять то, что мы видели в прошлую зиму. Поможет это им? Нет. Это не поможет. Это не поможет. Это раздраконит нас еще больше. Повторяю, бить есть чем. Ну, будет гореть Россия. Они как думали? Мальчиков для битья нашли? Нет. Нет. Все немножко не так. И важно, конечно, какой будет зима по температуре. Ну, а сейчас смотри, у нас сегодня у нас какое ноября уже? Седьмое. Седьмое, да. Сегодня седьмое ноября. Ну, тепло на улице. Ну, я помню, я помню седьмое ноября времен своего детства. Это был, кстати, сегодня день, как он называется, боже, годовщина. А, сейчас скажу. Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Ура, товарищ! Да, потому что она же октябрьская, а по другому стилю седьмого ноября. Ну, седьмое ноября, красный день календаря. Вот, сколько я помню седьмое ноября, сколько на демонстрации мы ходили, да, с родителями в институте, когда учился. Всегда холодина была невообразимая. Ну, холодина, дубарь был, зима уже была седьмого ноября. А сейчас снег шел часто. А сейчас чего, посмотрите, тепло, в пиджачке по улице хожу, тепло. Поэтому тоже, смотря какая будет зима еще, это очень важно. Нас смотрят 23 тысячи, 61 зритель. Дорогие друзья, спасибо вам. У нас еще несколько тем есть очень важных и резонансных, кстати. Олеся Леонидовна, продолжайте, пожалуйста. Да, значит, заявление главы военно-гражданской администрации Донецкой области Виталий Барабаш в эфире телемаракона сказал, что Россия, скорее всего, готова к третьему массированному штурму Авдеевки. Он говорит о том, что третья волна однозначно будет, и погодные условия просто сейчас тормозят продвижение. Распутится. Там дожди, да. Значит, Россия очень хочет взять Авдеевку. Политическая причина абсолютно, потому что Россия давно ничего не брала. То есть она периодически берет за щеку, но я имею в виду в военном плане. В военном плане давно ничего не происходило. И вот Путину избираться же в марте, ему же надо говорить о каких-то успехах на фронте. А что, какие успехи? Успехов-то нет. Разрушают, да. А что они берут? Ничего, только за щеку, повторяю. Поэтому они упрутся в Авдеевку, но у нас лучшее тактическое положение наших войск. И я очень сомневаюсь, что им что-то удастся там сделать. Дал интервью Сергей Марченко, министр финансов Украины, политико. И сказал о том, что недостаточная финансовая поддержка Украины угрожает всему Евросоюзу. Он говорит о том, что дефицит украинского бюджета составит 29 миллиардов долларов без дальнейшей поддержки партнеров. Сохранение макроэкономической стабильности очень важно, потому что помимо войны нас ждет экономический кризис. Если Украина столкнется с кризисом, это будет иметь побочные эффекты и для Евросоюза, сказал Марченко. Ну и пока, добавляю я, из Америки мы ждем-ждем хороших новостей, да, по поводу голосования пакета помощи, там, и помощи военная оружием и финансовая. Но пока этих новостей нет. Я думаю, что они будут. Украину никто не бросит. Я имею в виду Соединенные Штаты и Евросоюз не бросят Украину. Я уверен в этом. Исходя, опять-таки, из того, о чем мы говорим с нашими западными партнерами. И самое главное, я хотел сказать еще, нам надо тоже хорэ воровать уже внутри Украины. Хватит. Ну, давай я тогда сразу же тему прочитаю. Вторую новость, которую еще хотела с тобой обсудить. А ну, видишь, сюда так все связывается. А именно, СБУ сообщила бывшему замминистра обороны Украины о подозрении в расстрятии почти одного миллиарда гривен. Имен пока не называла служба, но вот Лиганет сообщила, со ссылкой на свои источники, что речь идет о Вячеславе Шаповалове и Богдане Хмельницком. По данным следствия, в 22-м году сообщники согласовали закупку военной формы на 1 миллиард гривен у одного из частных предприятий. СБУ утверждает, что обморнирование не соответствовало заявленным требованиям, в частности, не подходило для использования в боях в зимнее время. Этим двум замминистра обороны сообщено о подозрении по двум статьям Головного кодекса. В данный момент они находятся под стражей по другому делу о закупке некачественных бронежилетов. Олесь, значит, как мне не неприятно это говорить, но я это, конечно, скажу. Я об этом говорил многократно уже и повторю. В нашем Министерстве обороны во времена правления господина Алексея Резникова происходила страшнейшая, жесточайшая коррупция. Значит, у меня есть много данных, ты понимаешь от кого. Страшнейшие, тяжелейшие откаты абсолютно от всего. От закупки вооружений, формы, химзащиты, условно говоря, всего. Везде откаты. Я уже не говорю о том, что на миллиард долларов в начале войны было якобы закуплено вооружение, то есть миллиард долларов был переправлен на какие-то фирмы, а потом ни фирм, ни миллиарда долларов, ни вооружений, ничего. Поэтому наши западные партнеры владеют этим в совершенстве вопросом. Все материалы по коррупции в Министерстве обороны были переданы в ФБР. Людьми, которые в том числе рассказывали мне об этом. Значит, поэтому был снят министр обороны Резников со своего поста. Поэтому министр обороны, бывший министр обороны Резников, не был назначен послом Великобритании. Великобритания отказалась принимать коррупционера. И дальше мы увидим громкие, некрасивые, ужасные разоблачения. И остается сказать, что у нас прекрасно работает сегодня служба безопасности Украины под руководством генерала Малюка. И остается сказать, что у нас сегодня прекрасно работает НАБУ и антикоррупционная прокуратура. Мы все увидим. Мы увидим громкие посадки больших людей, которые во время войны, когда Украину терзали русские, терзали Украину своей вонючей коррупцией. Ненавижу их за это. Гима, ну скажи, на этом будем финалиться? Или ты хочешь что-то более позитивное обсудить? Фингалица. Давай несколько вопросов, может, от наших прекрасных зрителей. Потому что очень часто я вот смотрю, у нас много интересных вопросов. Ну скажи, какой ты хочешь. Дмитрий, вы тоже можете поделиться своим уходом за кожей. Да, мой уход за кожей заключается в полном отсутствии ухода за кожей. Давай, Олесь, смотри, что там спрашивают. И мы сейчас ответим на вопросы зрителей. Друзья, кого что интересует, давайте несколько вопросов бросайте. Самое интересное я отвечу. Так. О, вот самое интересное нашла. Супер стикер за 50 долларов нам прислали. Спасибо, Степан Сементьюх. Спасибо. Спасибо. Так, кто-то пишет, воровство начинается со школы, учителя это вымогатели денег. Да ладно, ну бред, ну честно. И это тоже, а что да ладно. Обобщать, ну зачем? Обобщать не надо. Ну зачем? Сейчас я тебе скажу, послушай, украинские учителя, это такие же герои, как остальные герои, которые борются. Потому что так, как они входят в положение, работая под бомбами, под обстрелами, ненормированными графиками, и всегда хотят, знаешь, чтобы вот, боже, не дай бог не пропустить какую-то часть из программы. Но я сейчас с тобой поспорю. Нет, 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 ну послушай, ты со мной не надо спорить. У нас трое маленьких детей, я знаю, что такое украинская система образования во время большой войны. Они, жертвуя своими вечерами свободными, выходными днями, выходят на онлайн-уроки. Я не об этом с тобой буду спорить, Олесь, я не об этом с тобой буду спорить. Ты сейчас защищаешь правильно учителей, их надо защищать. У меня, у самой семья учителей. Потому что ты семи учителей. У тебя и мама, и бабушка, и дедушка, и кто еще? Бабушка и дедушка, конечно, учителя. Короче говоря, у нас в Украине коррупция пронизала все. И детские садики, и школы, и больницы, и поликлиники. Я что-то не так говорю, что ли? Я люблю правду. Поэтому не надо. Я люблю учителей. Я к ним нежно и преданно отношусь. А какая коррупция? Коррупция, она миллионы долларов? Нет. Нет. Коррупция бывает разной. Ну так надо платить нормальные зарплаты, рыночные. Учителям, медикам. В первую очередь это медицина, да, и в армии, и военным. Вот на чем строится любое государство? Медицина, образование и военная история, военный блок. Олеся, у меня есть ощущение, что мы с тобой не подеремся сегодня. Так обычно бывает, конечно, но сегодня не подеремся. Давайте другие какие-то вопросы из чата. А то на учителей он наехал. Я не наехал на учителей. Я сказал, что у нас коррупция везде. Где-то маленькая, где-то большая. Украина пронизана коррупцией. Послушай меня, ну не надо говорить о коррупции в коробку конфет, когда коррупция на бронежилетах в миллиард долларов. Давай начинать с главного. Хорошо. Когда коррупция уйдет, и учителя будут получать рыночные, большие зарплаты, достойные, тогда и любой коррупции, там, где учителя, и где медицина, где врачи. Я первый, кто говорю, что главное у государства должно быть три направления. Военное, образование и здравоохранение. Вот три главных направления, на которые государство должно работать и не жалеть денег на оплату учителям и медицинским работникам. Конечно же. Да. Так, что еще вы нам пишете? Ну, что еще нам пишут? Продолжают зрители возмущаться в Орион. Многие не могут успокоиться. Орион обсудите, слабо, ребята. Да я и столько времени сегодня посвятил. Идите назад в беседу. Перематывайте. Да, перематывайте. Мотайте. Ты хочешь что-то проанонсировать, может быть, из того, что ты будешь записывать или будем сюрпризы делать? Ну, друзья, завтра будет крутое. Во-первых, посмотрите, вчера у меня вышло крутейшее интервью с Максимом Лавриненко. Это владелец телеграм-канала Труха. Телеграм-канал Труха самый успешный телеграм-канал и самый мощный. И больше всего подписчиков. 2 миллиона 700 тысяч подписчиков телеграм-канал Труха. Интервью потрясное. Всем советую. Вчера вышло, посмотрите. Завтра у нас выйдет на YouTube-канале в гостях у Гордона интервью с Натальей Холоденко, знаменитым психологом. Всем советую. Смотрите, она меня заворожила прямо формой речи и фактами. Значит, хороший психолог. Да, я завороженный теперь. Ты побывал на приеме. Да. В четверг не исключено. После долгого перерыва сделаю Гордон по четвергам. Стрим, где буду отвечать прямо в прямом эфире на вопросы наших зрителей. Хотя, Олеся, чем-то удивить зрителей после эфира с тобой уже очень сложно. Тем более, что у меня не будет собеседника с декольте таким. Поэтому не знаю, чем придется удивлять. Ты можешь сам устроить декольте, если тебе очень хочется, чтобы оно было в кадре. Сядь в рубашке, расстегни, будет у тебя декольте. В рубашке нарядное. У меня может быть декольте, но такого, как у тебя, точно не будет. Ну, это, извините, не каждому, не каждому. Так, ну что? Ну что? Олеся Леонидовна, что там с Поворознюком спрашивают? По Ворознюку хана, ребята. Вообще уже можно о нем не спрашивать. Его уже нет. Он, ну, им сейчас правоохранительные органы занимаются. Я думаю, что правоохранительные органы его посадят. Потому что этот человек, и это доказано, стрелял в людей на поражение, воровал у людей, насиловал людей, женщин насиловал, учительницу, учительницу вообще в своей школе, в Петрово, которая учила его, дочь изнасиловал, с пистолетом в руке, негодяй, подонок. Вот, кроме того, там десятки изнасилованных женщин в Петрово. Смотрите, мы свою работу сделали. Еще, конечно, кое-что обнародуем. Дальше вопрос к правоохранительным органам. Но Поворознюка как такового, он вонючий уже, токсичный, никто его никуда не приглашает, на телемарафоне его нет, интервью у него никто не берет, потому что к нему нельзя приближаться, на 10 метров от него воняет. Воняет расстрелами, бандитизмом, воровством, коррупцией, говном. Вот, я его показал всему обществу. Сейчас на очереди следующие два замечательных человека с ютуб-канала Исландия. Это тоже люди, Иванов и Петров, которые по заданию русских сеют ненависть внутри Украины. Мы их препарируем как в анатомичке. Каждый шаг с детства, я живу ими, я хочу это все показать, ну не хочу показать, я это все покажу. Вот, и пишут, да как он может кого-то изнасиловать, Поворознюк. Ребята, вот и я задавался этим вопросом, но когда у него пистолет в руке, он, видно, возбуждается от вида пистолета. Да, и он же нетрадиционным способом насиловал. Вот так, как вы подумали, вряд ли кого-то может изнасиловать, это правда. Продолжение следует...